Ну что же, пока у нас нет включения с Нью-Йоркской фондовой биржи, поговорим так о том, что происходит сейчас там на торгах. Небольшое снижение по основным индексам, в принципе, это ожидаемая коррекция после тех дней роста, которые наблюдались в Нью-Йорке на прошлой неделе. Напомню, что целых 4 дня подряд рос американский фондовый рынок, и индекс Dow Jones Industrial Average обновлял исторические максимумы за сотню лет, больше, чем за сотню лет, вот эти 4 дня. Что касается рынка труда, в Соединенных Штатах Америки мы отметим, что 236 тысяч рабочих мест было создано за последний месяц, то есть за месяц февраль, это уже официальные данные статистические. И, в принципе, если смотреть на среднюю этих данных, то, исходя из демографии в Соединенных Штатах Америки, чтобы только воспроизводить тот прирост населения, который есть, тот прирост рабочей силы, необходимо создавать в месяц 150 тысяч рабочих мест. То, что в последние месяцы в среднем создается больше рабочих мест, говорит о том, что рынок труда оживает. Да, еще немаловажная деталь, это данные по безработице. Если это первые данные, это отчет отдельных корпораций, который собирается в ветеринарном бюро статистики в Соединенных Штатах Америки, то другие данные, это уже сбор информации от домохозяйств, так называемый опрос домохозяйств. Этот опрос показал, что уровень безработицы в США среди тех людей, которых относят к рабочей силе, составляет 7,7%. В этом плане интересен показатель, потому что Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки имеет двойной мандат. Этот мандат предусматривает, что Центральный банк США следит за, прежде всего, ценовой стабильностью. Но также с 1978 года вторая часть задачи Федерезерва Соединенных Штатов Америки следить за тем, чтобы в США была полная занятость. В данный момент принято правило Эванс, так называемое. Оно было оглашено еще на декабрьском заседании Федрезерва о том, что хорошим для США и достижимым в этом смысле является уровень безработицы 6,5% при инфляции 2,5%. И по мере приближения значения показателя безработицы к этому рубежу возникает опасность того, что рынок Соединенных Штатов Америки может резко скорректироваться, почувствовав, что Федрезерв начнет убирать те средства, которые добавляются в денежную систему, исходя из того, что необходимо сворачивать программу количественного смягчения. Впрочем, глава Федрезерва Бен Бернанке, выступая на прошлой неделе несколько раз, уже повторяла, что резко сворачивать программу количественного смягчения Соединенные Штаты Америки не будут. Тем не менее, данные по рынку труда несколько озадачили участников рынка. С другой стороны, можно сказать, что эти данные по рынку труда еще не включали в себя тот факт, что в ближайшие месяцы подействует, безусловно, сокращение государственных расходов, так называемый секвестр бюджета, вступивший в силу с 1 марта. Ну и это, конечно же, отразится в том числе и на рынке рабочей силы в Соединенных Штатах. Важные данные, которые выходят на этой неделе, в среду в Соединенных Штатах Америки, это данные по розничным продажам. Пожалуй, из макроэкономической статистики внимание будут обращать прежде всего именно на эти данные. Что еще можно отметить? В общем-то, динамика торгов в Соединенных Штатах Америки, несмотря на то, что на прошлой неделе мы обновляли максимумы по индексу Dow Jones и приблизились к максимальным историческим значениям по индексу S&P 500, также вырос и индекс NASDAQ, который часто отмечают в качестве опережающего индикатора, все-таки объемы торгов были весьма и весьма скромными. И если уже говорить про тот индикатор, который некоторые наблюдатели отмечают, как индикатор косвенный, говорящий о настроениях инвесторов с точки зрения их восприятия риска, то здесь важно посмотреть на цены на золото. И если уже говорить на цены на драгоценные металлы, хотя здесь пока мы не видим существенной коррекции в золоте и в прочих драгоценных металлах, эксперты в США, которые отслеживают динамику так называемых биржевых фондов, инвестирующих средств в золото, отмечают резкий отток средств инвесторов из этих фондов, якобы инвесторы перекладываются на рынки акций. Подробнее в нашем сюжете. За 10 лет своего существования ETF сильно изменили рынок золота. Как отмечает Financial Times, они дали инвесторам простой способ покупать драгоценный металл, за что получили прозвище Народного Центробанка. Но что произойдет, когда Народный Центробанк начнет продавать? Этот вопрос в данный момент преследует рынок золота. С начала года индексные фонды слили 140 тонн золота. В феврале произошел самый большой отток в истории. Частично продажи золота связаны с общим негативным отношением рынка. Инвесторы почувствовали больше уверенности насчет экономических перспектив и стали покупать более рисковые активы, такие как акции. С октября цены на золото упали на 12% и на 18% от рекордного номинального максимума 2011 года. И теперь оттоки из ETF, по мнению некоторых аналитиков, это самая большая угроза для цен на золото, потому что они уже очень сильно влияют на физический рынок. Общий объем золота этих фондов превышает резервы всех Центробанков, кроме двух – Федрезерва и Бундесбанка. Золота одних только ETF хватило бы, чтобы целиком обеспечить поставками ювелирный рынок Индии, где спрос на металл уже 4 года самый высокий в мире. Продажи золота индексными фондами опасны еще и тем, что этого никто не ожидал. Раньше, в период ослабления цен, инвесторы в ETF держали позиции. В последние два месяца прошлого года цены на золото упали на 13%, но объем золота индексных фондов вырос. А в последние два месяца резервы фондов падают вместе с ценами. Это пугает инвесторов, потому что такого еще никогда не было. Но крупнейшим инвестбанкам приходится менять свои прогнозы. Обычно ETF держат институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды и страховые компании, которые решили держать часть активов в золоте. В США ETF также популярны среди индивидуальных инвесторов. Раньше предполагалось, что ни те, ни другие не будут продавать при первом признаке опасности. Все считали, что позиции в золотых ETF – это долгосрочные инвестиции, а не краткосрочный трейдинг. Давайте послушаем еще пару мнений относительно перспектив цен на золото. Золото и вообще ценные металлы – это считается safety. Это считается как бы спасение, когда экономическая ситуация плохая или в Америке, или во всем мире. Люди, идет поток денег в золото, люди покупают золото. Но как только ситуация улучшается, что происходит сейчас, экономическая ситуация в Америке выглядит стабильнее и лучше. Люди сразу начинают забирать деньги из золота. Почему? Потому что золото не платит дивидендов. Это раз. То есть ваши деньги просто лежат замороженные и не зарабатывают вам ничего на этом. И золото имело невероятный рост за последние несколько лет. Самые большие хедж-фонды продали и продолжают продавать сейчас золото и перекладывать эти деньги или в ценные бумаги, или в рынок, чтобы иметь какой-то заработок. Золото – очень интересный ассет в том плане, что очень тяжело определить, сколько золота должно быть стоить. Скажем, для стоков или для real estate есть определенные формулы. Можно посмотреть, например, за сколько дом можно сдать и сколько жильцов его можно получить. Формула для золота такой не существует. Золото покупается за то, за сколько люди считают, что оно должно быть стоить. Единственная теория про золото, что доллар здесь называют антидоллар. То есть когда доллар падает, по определению золото поднимается, потому что золото обратно пропорционально цены его в долларах. Поэтому сейчас уверенность в американской экономике повышается. Я не знаю, справедливо или нет, и поэтому идет отсток из золота в сток-маркет. Мы видим, что сток-маркет растет, и золото сейчас падает. Ну что, тем временем завершились торги на российских фондовых площадках. Индекс МВБ прибавил 0,85%, закрылся, наверное, 1504 пункта. Полпроцента прибавил индекс РТС. Фьючерс, естественно, сейчас практически сравнялся в цене перед экспирацией с базовым активом, с индексом РТС. Ну и посмотрим, как торговались основные бумаги на российском фондовом рынке. Здесь ничего странного мы не видим. Рынок практически все наиболее ликвидные бумаги, так называемые фишки, у нас в зеленой зоне, в плюсе. Объем торгов по акциям Сбербанка максимальный. Также мы отмечаем на втором месте по объему торгов в Газпром. И любопытно, что очень хорошо смотрятся акции Лукойла именно с точки зрения объема торгов в индексе МВБ. В его структуре акции Лукойла сейчас вышли на второе место, даже обогнав Газпром. О перспективах российского рынка акций поговорим с экспертом, который находится на прямой связи с нашей студией. Это Сергей Усищенко. Сергей, здравствуйте. День добрый, Данил. Сергей, как вы смотрите в целом на рынок, но не секрет, наверное, ни для кого, что у вас такое скептическое отношение к нынешнему ралли. Вы считаете, что это пока отскок, да? На самом деле, называть ли это ралли, если сравнить с американским фондовым рынком, то там рост начала года 9-8% по индексу Доу Джонсу и СНП. У нас же жалкие 2% по МВБ и 0,9% по ОРТСу, поэтому я бы ралли это не назвал. Это первое. Во-вторых, конечно же, данные по рынку труда в пятницу сделали свое дело. Американский рынок показал очередные максимальные значения. СНП закрылся выше 1550 пунктов. Но, мне кажется, это первая реакция. Первая реакция, безусловно, на какое-то восстановление в экономике. Но не стоит забывать, что фондовый рынок рос именно на КУИ 1, 2, 3. И приближение безработицы к уровню 6,5% будет говорить нам о том, что КУИ 3 будет сворачиваться. Поэтому, я думаю, что долгосрочный фактор по этим данным как раз будет больше негативный. И я думаю, что некая фиксация прибыли на американском рынке должна состояться, что, соответственно, отразится и на российский фондовый рынок тоже. Сергей, сегодня мы узнали, что произошли перемены в сети директоров ГМК «Нурникель». Выступал генеральный директор Владимир Потанин. Он сообщил некоторые факты в дивидендной политике. Как в целом вы смотрите на эту компанию ГМК? В общем, будут платить, наверное, неплохие дивиденды. И дальше мы узнаем, наверное, вес стратегии. Там тоже, наверное, будут какие-то изменения. Стоит ли воспринимать эти данные как позитив? Ну, по совету директоров, в принципе, там никаких новостей мы не услышали. То есть, как договаривались крупные собственники перед этим несколько месяцев назад, так и получилось. Все, все распределили... Те места в совете директоров распределились именно так, как они договаривались. Это первый момент. Второй момент по поводу дивидендов. Господин Паданин озвучил, что Норильский «Никель» всегда платил порядка 3 миллиардов дивидендов. Скорее всего, так и будет выплачено. Но точнее, можно будет сказать уже, когда Норильский «Никель» отчитается за 2012 год. А это будет в первой декаде апреля. В целом же, бумаги в последнее время после того феноменального роста, они довольно существенно снизились. Я думаю, что в ближайшее время будут торговаться в районе 5500 пунктов. Сергей, прошел накануне день инвесторов в «Лукойле». Как вы смотрите на эту компанию? Вообще, кого вы предпочитаете больше, «Лукойл» или «Роснефть»? На самом деле, предпочитаю я больше «Лукойл», если уж говорить про нефтегазовый сектор, который лучшим в этом году не будет. Потому что, скорее всего, и цен на нефть не будет показывать феноменального роста. Это первый момент. Второй момент – какого-то роста существенного объема добычи. Что у «Лукойла», что у «Роснефти» здесь ждать не приходится. Опять же, по «Роснефти» вышла новость о том, что активы ТНК, АБП не будут полностью консолидироваться. Поэтому, соответственно, пока менеджмент ТНК, АБП в некоторых компаниях дочерних останется тот же. Соответственно, пока выкупа быстрого, которого ждали инвесторы за 3-6 месяцев, акции ТНК, АБП не будет. В этом плане «Лукойла» нравится мне больше, потому что увеличение объема дивидендных выплат с 20% до 23% скажется на росте акций. И 4,5% – это хороший объем, уровень. Сергей, последний вопрос такого плана. Леонид Федун заявил, что он планирует провести IPO акции «Спартак», клуба «Спартак» в 2017-2018 году. Вы бы приняли участие в этом IPO? Ну, на самом деле, давайте проведем вначале Олимпиаду, а потом уже будем проводить IPO. Спасибо, Сергей. Это был Сергей Усеченко из компании «Максвелл Капитал». На этом у нас все. До свидания, вам и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok